Доброе утро! Действительно, очень древний, очень старинный праздник, да, и, в общем-то, с первых времен христианства, можно сказать, христиане отмечали Богоявление, единственное, что первое время этот праздник, он был совмещен с праздником Рождества Христова, вот, это был такой один большой праздник, вот, и, в общем-то, отмечался, вот, как было нечто такое неразрывное, да, потом, впоследствии, уже его разделили, Рождество Христово выделили, стали праздновать отдельно, отдельно стали праздновать Богоявление Господне, вот, о чем вообще этот сам праздник, да? Да, Господь Иисус Христос приходит на Иордан, приходит к Иоанну Крестителю, вот, для того, чтобы совершить крещение, вот, Иоанн крестил на реках Иордана, крестил в покаянии, через покаяние, да, вот, люди к нему шли, и вот к нему приходит креститься сам Господь Иисус Христос, да, и порок Иоанн встречает его с вами, говорит ему о том, что мне надо бы креститься у тебя, а не тебе у меня, да, да, что Господь ему говорит, что я пришел, и надо совершить то, что необходимо, да, вот, и когда совершается это таинство крещения, да, назовем его так, то облако окутывает Христа, Святой Дух сходит с него в виде голубя, вот, и с этого облака, из облака звучит голос Отца о том, что это Сын мой возлюбленный, то есть, во время этого крещения первый раз Бог являет себя во всей своей полноте, Святая Троица, она является народом, является людям, вот, они становятся свидетелями этого Богоявления, да, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святый Дух, да, и поэтому этот праздник, помимо названия крещения, он еще носит название Богоявления, то есть, Бог первый раз, впервые себя явил в виде трех лиц. Ну, вот почему, почему принято именно в крещение погружаться в воду, для чего это? Ну, это, это больше, скажем так, это больше традиция, да, традиция, народная традиция, она, в общем-то, никак, никак, никаким образом не связана ни с какими-то церковными канонами, с церковными правилами, вот, это абсолютно традиция народная, да, и хочется сказать о том, что никаким образом погружение в воду, оно не смывает какие-то грехи, не очищает человека от грехов, да, надо понимать, что у нас для очищения и смывания грехов существует всего два таинства, это таинство крещения и таинство покаяния в исповеди, да, когда мы исповедуемся, каемся, да, вот, и вот эти только два таинства у нас, в общем-то, для очищения души предназначены нашей, вот. Ну, вот в этом году, где можно будет набрать освященной воды? В этом году освященную воду можно будет набрать в храмах, вот, купель, купаний у нас традиционных не будет, в этом году они у нас отменены, вот, но, тем не менее, уже сегодня в крещенский сочельник, вот, будет проводиться великое освящение воды, вот, еще он хочет сказать, что, да, вот эти два дня, сегодня и завтра, когда будет освящаться вода, да, это крещенская, богоявленская вода, называйте ее, как хотите, это одна и та же вода абсолютно, она ничем не отличается завтрашней от сегодняшней, вот, вот, называют ее еще Великая Ясма, Великая Святыня, да, и, соответственно, принимается она традиционно, утром натощак, вот. Вот. Поэтому мы сейчас заявляем, что в этом году крещенские купания отменены из-за тонкого льда, но освященную воду сегодня и завтра также можно будет набрать в храмах. Ну что же, все понятно, спасибо огромное, спасибо, что пришли, доброго бодрого утра желаем, мама, с гостем прощаемся, с вами живемся, две, две с половиной минуты, дождитесь.